Праздничные каникулы И это не только психологическая, но и биологическая проблема Наш глаз реагирует на свет и посылает мозгу сигнал Пора вставать Если солнечного света недостаточно, продолжает вырабатываться гормон сна мелатонин И организм спит Мы постарались выяснить, как облегчить процесс пробуждения И как же восстановиться после праздников Для ответов на свои вопросы мы отправились в уникальную лабораторию Университетской клиники Казань И вот что нам удалось выяснить Сам процесс просыпания связан с тем, что в организме В ночное время вырабатывается мелатонин Гормон такой Который способствует наступлению сна И соответственно, если будет освещение При ярком освещении Этот уровень гормона снижается Поэтому утром во время просыпания Необходимо шторы раздвинуть Если солнца нет, что бывает в зимнее время Тогда включить яркое освещение рано утром Чтобы этот гормон побыстрее ушел из нас Стоит принять к сведению, что сон не всегда является средством отдыха Порой с ним тесно связаны различные заболевания Так что плохой, неосвежающий сон, храп, остановка дыхания во сне Утренние головные боли, повышенное давление Являются весьма тревожными сигналами организма И прислушаться к нему, безусловно, стоит И решить проблему в лаборатории сна Либо нарушение сердечного ритма, которое происходит именно во время ночного сна То есть днем проводят обследование, все нормально Именно ночное обследование позволяет выявить какие-то нарушения Именно во время ночного сна Эпилептические проявления, приступы Которые также бывают в ночное время То есть вот занимаемся, записываем ночной сон И смотрим, что происходит в это время Нарушения сна являются довольно распространенной проблемой Они встречаются в любом возрасте И для каждой возрастной категории характерны свои виды нарушений Симптомы, как правило, разнообразны Но каким бы ни было нарушение сна За короткий период времени Оно может привести к изменению эмоционального состояния Внимательности и работоспособности человека Пациенты приходят, жалуются на нарушение сна Кто-то на бессонницу заснуть не может Кто-то, наоборот, излишняя сонливость Не может проснуться И чувствует себя днем разбитым, невыспавшимся Сон – большая эволюционная загадка Если бы существовала хоть какая-то возможность обойтись без сна Организм, овладевший этим навыком, мог бы получить серьезные преимущества И, тем не менее, таким навыком не овладел никто А вот болезнь сна пришла ко многим Но, к счастью, это не повод для паники Решить данную проблему легко и просто Ведь сомнологи университетской клиники Казань Всегда готовы протянуть руку помощи Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова